МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конгресс сегодня начал процедуру импичмента Трампа. Поводом послужил телефонный разговор между американским президентом и его украинским коллегой. Демократы настаивают, что в ходе этой беседы Трамп давил на Зеленского и требовал, чтобы тот начал уголовное преследование сына Джо Байдена. Ну а Джозеф, как известно, главный конкурент на предстоящих выборах против Трампа. И Зеленский, судя по всему, оказывается между молотом и наковальней. Если он откажет Трампу, то рискует не получить транш, и тогда экономика Украины тихо, а может быть громко умрет, если же он откажет демократам, то рискует получить новый Майдан на Украине, ведь рычаги управления неонацистами по-прежнему у тех людей, что зашли на Украину еще в 2013 году. Что выберет Зеленский, а главное, где полыхнет? Снова на Украине или на этот раз уже в США? Об этом сегодня подробно. А я не понимаю, почему бы Зеленскому не отдать Трампу то, что он там просит, и дело с концом? Пожалуйста. Ну вот здесь, смотрите, здесь очень интересная ситуация. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что, конечно, украинская власть в данном случае не является субъектом, в том числе президент Украины Зеленский, не является субъектом вот этих отношений. Он всего лишь объект, и он не может здесь принимать самостоятельные решения. И здесь фактически речь идет о том, какая партия, соответственно, демократическое обе или президент США перевесит и надавит в большей степени. Скорее всего, все-таки это будут демократы, мне кажется, потому что те рычаги управления Украиной, которые сейчас существуют, они в большей степени находятся в руках у демократической партии. Поэтому Зеленский будет стараться... Но у демократов сейчас касса, это самое главное. ...будет стараться в максимальной степени сыграть, отсрочить и сыграть в пользу демократов. Я хочу обратить внимание также на то, что вот сейчас обсуждается почему-то то, что на чьей стороне будет Зеленский. Но ведь сама ситуация абсолютно преступная, точно так же, как это было и в период предыдущих выборов, когда Хиллари Клинтон фактически совершила преступление. Байден, вне зависимости от того, и его сын, вне зависимости от того, будет дело повернуто в его пользу или против него, совершил преступление и в отношении Соединенных Штатов, и в отношении украинского народа. Это все знают. И в Америке это все знают. Вот смотрите, возникает закономерный вопрос. Вот Трамп уже заявил, что Вашингтон будет блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше денег. Я правильно понимаю, что Трамп уже начинает давить таким образом на Зеленского? Денег не дам, Европа разбирайся сама, и при этом у него интерес к Зеленскому. Это вполне логичное заявление Трампа, если мы вспомним предыдущие заявления и по НАТО, пусть Европа платит за НАТО, и по той же самой Украине. И Трамп в данном случае занимает вполне нормальную позицию... Чантажирует? Да, вполне нормальную позицию американского патриота, для которого Америка превыше всего. Это та позиция, которую он занимал изначально. Что касается Украины, это достаточно мощный сигнал Украине, что вы ничего не получите, если будете себя так вести. Но я хочу подчеркнуть, отвечая на этот вопрос, тоже давая свою версию ответа на этот вопрос, даст Зеленский компромат или нет, он здесь не игрок, он не принимает никаких решений, и даже те люди, которые стоят за его спиной из украинского олигархата, они тоже не принимают решения. И в данном случае, безусловно, Зеленский будет стараться уйти от ситуации прямого ответа, поскольку он не может его дать в принципе. Смотрите, вы несколько раз...